Все работы выполнялись в экстремальных условиях, потому что были большие поля радиации и дозиметрия работала четко. Каждому человеку доводилось под роспись, сколько ему можно было работать на определенных участках. И человек шел, выполнял свою работу. Трудности еще были какие, что человек приезжал на работу за 130 километров каждый день. Личный состав района. Мы жили в Тетереве, это 130 километров от станции. И вот надо было каждый день утром на работу, вечером с работы добираться к такой расстоянию. Больше всего заполнилась мне организация работ. Это шла бесперебойная работа. Были организованы все службы, все бытовые условия. Все были на высочайшем уровне. Человек отработал смену, он ушел в санпропускник. Он полностью с себя снимал все, что на нем было. Принимал душ, и потом его опять одевали во все новое. Было организовано питание на высочайшем уровне. Не было деления, что это солдат, что это генерал. Все питались с одного котла. Люди на ликвидации в районе были с разных точек нашего Советского Союза. У нас очень много было людей с Челябинска 45-го, с Красноярска 26-го, с Обнинска, с Нечкуса. То есть была большая интернациональная бригада. И не было такого, понимаете, деления. Кто русский, кто украинец, кто латыш, кто грузин. Все выполняли одну задачу. И были сконцентрированы на этой задаче. Всю тяжесть на Чернобыльской аварии вынес простой советский солдат. Всю тяжесть. Честь и хвала ему.